Вначале сотворил Бог небо и землю. В главной иудейской книге, носящей название Тора, первая часть Библии, Пятикнижье Моисеева, которую непонятно с какого дива христиане называют Ветхий Завет, а мусульмане Таурат, слово Бог появляется в первой же строчке и идет третьим по счету. Для 4 миллиардов 16 миллионов человек на земле, а это большинство, именно с этой строки появляется религия Бог и вера. Христиане, как победители, коих сейчас 2,2 миллиарда человек, утверждают, что их понимание Библии и Бога правильно. Ислам утверждает, что все все исказили, и лишь они, их религия, истина. И пусть у них с иудеями и христианами один Бог, они правы, а остальные не правы. И лишь 15 миллионам иудеев, не такой уж и большой группе, которых меньше, чем, например, свидетелей и еговы по всему миру, совершенно все равно, что думают все эти люди. Все 4 миллиарда человек, у которых есть какие-то там пророки, которые примазались к их Богу и к их религии. Совсем небольшое, но очень гордое и сильное племя, вышедшее максимально неделикатным способом из Египта, дало людям самого сильного Бога, которого с радостью приняли и волочат за собой из века в век миллиарды людей. Имя этому Богу Яхве. Не Аллах, не христианский Бог, а именно Яхве. Есть те, кто возразят и начнут приводить доводы в пользу своей правоты. Но правообладателя Бога, в которого верят 4 миллиарда человек, пофиг, что думают остальные. Сейчас у мусульман 1441 год, у христиан и вообще у всего прогрессивного человечества 2020, а у иудеев 5776 от сотворения мира. То есть мир иудеев и развитие их религии и цивилизации с точки зрения вероисповедания наиболее древних среди всех авраамических религий. Для них ислам и христианство – это всего лишь глупые секты, взявшие их религию за основу. И они имеют право так считать. Они родоначальники Библии и Бога, который уполномочил их на иудаизм. В еврейской Библии или Танах, называемой Ветхим Заветом, в христианстве свой народ является точной фразой, используемой в тексте, имея в виду колено Израилевы. В книге «Второзаконие» Тетраграматон провозглашает народ Израиля, известный первоначально как колено Израилевы, лишь ему, принадлежащим из всех людей на земле. Все, точка, никаких пророков и интерпретаций не нужно. Регион, где жило племя Израилева, настолько проникся идеями этого Бога, что на данный момент он обладает душами 60% населения Земли. И цифра эта, несмотря ни на что, растет. Яхве, Элохим, Адонай, Саваоф, Тетраграматон и так далее. Все это имена одного Бога. Зачем ему столько, непонятно. Но именно он создал окружающий мир и реальность 5776 лет назад. Якобы. Он утверждает, что до этого ничего не было. Я создал тебя с нуля. Представляешь, какая удача? В этом мире ты сразу номер два, а я номер один. В этой вселенной я сразу главный и сильный, а ты нет. И единственный шанс на счастье и вечную жизнь в беспрерывном кайфе – это поклонение и служение мне. Если ты, мелкое чмо, расстроишь меня, гори в аду. Если ты подчинишься, тебя ждет рай, печеньки и прочие ништяки. И помни, в этой огромной вселенной нет системы, при которой ты можешь стать номером один. Хотя бы на год, хотя бы на час или на минуту. Я здесь главный и точка. А тот, кто задает вопросы – грешник, которому надлежит мучиться в огне. Ох, и повезло же нам с вами, с нашим Богом. До появления Яхвы никто не появлялся с нуля. Были более древние религии, где проблем с реинкарнацией и переселением душ не было. И иудаизм появился 5500 лет до нашей эры. Прибавим годам нашей эры, выходит 7700 лет. А что насчет религии древних египтян или шумеров? Перед вами список допотопных царей. Его маленькая часть допотопных царей – шумера и акада, самой древней цивилизации на Земле. Вот именно царей и длительность их правления. Я прибавил цифры всего 10 первых царей. Вышло 303600 лет. И это только маленькая часть списка. Хоба Сапиенс, как виду, опять же, с точки зрения официальной науки, от 500 до 50000 лет. А тут у нас 300000 лет правления богов. Яхве, где ты взялся со своими 5776 годами от создания Земли? Кто ты и по какому праву насаждаешь веру в себя с помощью насилия и войн? Откуда ты и какую тайну скрываешь от тех, кто стоит перед тобой на коленях? Мне известны твои секреты. И сегодня я назову твое истинное имя. Дорогой зритель, если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление злу, царящему в этом мире. Нам очень нужна твоя поддержка. Подпишись на канал, поставь лайк, поделись этим видео и жми колокольчик. Заранее спасибо. Ну что ж, мы начинаем битву. Как появляются боги, как появляется вождь племени, как появляются цари, правящие классы, рабы, страх и подчинение. За сотни тысяч лет существования человека и его возможных предков, человекоподобных приматов, ничего не изменилось. Реальность по-прежнему та же, как и правила игры. Слабый всегда будет подчиняться сильному, тому, у кого есть шанс отобрать и повредить твоей жизни или жизням твоих близких. Нет религии сильнее, чем страх. Страх – суть поклонения. Держать ответ за содеянное или несодеянное при жизни или после нее боятся все. Ты не религиозен – не страшно. Страх в тебе будут порождать возможные болезни, налоги, нищета и куча всего прочего. Такова система, ее основной побочный эффект – страх. Бог авраамических религий, которого зовут Яхве, начал именно с этого. Несмотря на райские условия и его якобы бесконечную любовь, он сразу поставил все на свои места. Нельзя кушать плод с этого дерева, иначе я вас выгоню. И вообще вы станете смертными, будете болеть и жить не в таком хорошем месте, как сейчас. Но речь была не о яблоке, и, конечно же, не о яблоне. Речь шла о плоде с древа познания. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая и древа познания добра и зла. Бытие 2.9. То есть ни в коем случае нельзя вкушать плод с древа познаний, так как человек не должен знать нечто конкретное. Я Бог, вы мои рабы, поклоняйтесь мне и не задавайте вопросов, а то сдохнете. Яхве первым делом стал насаждать свою власть через страх и тот факт, что его создания по умолчанию должны делать то, что им скажет. Я сильнее, и вы меня слушаетесь. Если верить Библии, в частности Ветхому Завету, Бог максимально ревностно и очень неуравновешенно относится к своему положению в глазах людей. Он убивает миллионами стариков, младенцев, женщин, мужчин, чтобы показать людям, как сильно он их любит. Он насылает болезни, чуму, морскота и засуху. Он делает все, чтобы доказать, что если его ослушаться, наказание смерть. И очень важно понять, что он должен, по идее, остаться одним богом в душах людей. То есть это означает, что изначально он был не один, а всего лишь один из множества, пусть и самый жестокий и готовый бороться за свое единовластие. Яхве появляется ни с того ни с сего в мире, где царят многочисленные боги, Греция, Египет, Индия и так далее. И выбирает далеко не самое многочисленное племя в Египте. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Бог – это любовь. После самого исхода и занятия палестинских земель сила этого бога растет. Он не жалует остальных и провозглашает избранным народом евреев. Только так и никак иначе. Все остальные должны стать рабами избранного народа. Но давайте все-таки вернемся к вопросу о том, что Яхве появляется внезапно среди других богов в землях, где нормально себя чувствует большое количество остальных богов. Есть ли этому какие-то доказательства? Тому факту, что там жило и существовало много богов и он всего лишь один из них? Итак, одно из имен Яхвы – еврейского бога аврамической религии Эл-Лохим. Еврейское нарицательное имя бога, божества, множественное число от Элуах или Эл – общего названия для божества семитских народов. Кстати, отсюда и слово Аллах в исламе – Аль-Иллах, однокоренное слово с еврейским Эл-Лохим. Мусульманам это не нравится, но важна лишь правда, а не наше с вами мнение. Так вот, Эл-Лохим – множественное число, то есть боги, а не бог. Это как название профессии, а не имя человека. Ты кто? Я доктор и он доктор, но зовут нас по-разному. То есть ты кто? Я – Эл-Лохим или вот кто-то – Аллах. Но это не имя, а обозначение занятия или сути действий. Сейчас каждый в зависимости от уязвленного чувства веры трактует и разбирает эти слова и обозначения по-разному. Но мы исходим из оригинала, а именно древнееврейского. Самаэль – Сатана, Габриэль, то есть Гавриил, Михаэль, то есть Михаил. Везде приставка Эль. И эта приставка с древнееврейского переводится как Бог. И это прекрасно. Почему? Да потому что пришло время узнать, откуда взялось это слово. Эль, Элуах, Ил-Илу. В западно-семитской мифологии верховный бог, творец Угарита и Финикия. Почитался также и некоторыми народами Ханаана. Помните, я говорил о богах, которые были до Яхвы? Так вот, это один из них. Творец Угарита. Угарит – древний город в Сирии. Для нашего расследования этот город имеет решающее значение. Вы поймете почему чуть позже. Давайте пока посмотрим, что это за земля такая ханаанская, где этот бог Эль правил всеми народами. Итак, мы видим земли современного Израиля, Палестины, Сирии, Ливана и так далее. Колыбель авраамических религий, где влавствовал Эль до Яхвы, чье иное имя обозначение профессии – Элохим. Кем был Эль? Эль – творец мира, отец многих богов и всего живого, владыка времени. Символом Эля и его сына Баал-Хадада был бык. Бык. У которого рога. Рога, понимаете? Я хочу еще раз повторить это. У бога Эля и сына его Баал-Хадада символом был рогатый бык. Чувствуете? Опять знакомый запах. Запахло кем-то или чем-то, с кем я давно знаком. Кто враг мне? Вечный. Классное имя у сына – Баал-Хадад. А не тот ли это Баал? Да, друзья мои. Именно тот. Баал. Буквально. Хозяин владыка. Баал является конкретным божеством в Ассирийско-Вавилонском этнокультуре и почитающемся в Финикии, Ханаане и Сирии, как громовержец, бог плодородия, вод, войны, неба, солнца и прочего. Громовержец. Слышите меня? Запомните это. Этимология и значение имени Яхва и Ягова. Наиболее вероятна связь имени с глаголом хих. Тем самым оно допускает значение «он есть», «он есть бог живой» или «он дает жизнь». Предлагались и другие интерпретации, например, «роняющие молнии» и «дождь». Боже, як невдобно получаете! Я только начал. Продолжаем хардкорить. Помните, я сказал про город Угарит, древний город в Сирии? 1200 год до н.э. Отрывок из угорийского рассказа о боге Баале, тот, который с рогами. Там приводится его имя как YW, YIV. Яхве – это YHWH. Опять какую-то фигню несу. Все притянуто за уши. Титул Баал в некоторых контекстах был синонимом еврейских слов «Адон» и «Адонай», которые до сих пор используются как псевдонимы «Господа Израиля» – «Яхве». По мнению некоторых ученых, древние евреи действительно использовали имя Баал по отношению «Господа Израиля» – «Энциклопедия мировых религий Британия» 2006 год. Главный секрет иудаизма, как и прочих авраамических религий, заключается в том, что Яхве – Элохим, тетраграмматон, сын верховного бога Эля. И зовут его Баал. И его символ – бык с рогами. Это – Сатана. И он – хозяин этого мира. И каждая церковь во всех авраамических религиях поставлена в его славу. От Иоанна. Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел и пришел, ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Постойте-ка. То есть Христос пришел от истинного Бога и знал, что Яхве – Бог иудеев, не истинный Бог, а истинный Бог. Эль – еще одно от Иоанна. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Яхве, Элохим, Баал, Сатана и сын Иосифа, плотника, судя по всему, знал об этом, поэтому и был убит. Слышите меня? Он четко говорит – ваш Бог – дьявол, а именно Баал – тот самый. Сейчас 4 миллиарда человек на Земле поклоняются этому Богу. Бог авраамических религий очень не хочет, не любит и сулит страшные наказания за то, что его изображение будет где-то нанесено или будет сделана его статуя. Нельзя произносить его имя в суе и особенно имя тетраграмматон. Он просит доказать постоянно себе лояльность, верность или рабство через убийство собственного сына или через стояние на коленях. Так чем же он отличается от босса мафии или от авторитарного президента или же, может быть, древнего царя? Да ничем, мать его, совершенно ничем. Его нельзя изображать, делать его статую только по той причине, что рано или поздно в таком случае один прекрасный, светлый, умный ребенок спросит маму. Мама, а почему мы стоим на коленях перед тем, кто выглядит так же, как мы, как человек? И тут вся магия рухнет. Яхве, бог аврамических религий, обладает и пожираем человеческими страстями, причем свойственными не очень хорошему человеку. Посмотрите на прекрасную и красивую вселенную, как она велика, разнообразна, удивительна. Мы видели поверхность Марса, Солнца, Нептуна и даже уже увидели первые планеты вне Солнечной системы. Там нет мечетей, церквей и синагог. Разнообразные имена богов там не начертаны на поверхности. Единственное место, где стоят храмы этому богу, это земля. То есть это лишь земной бог. Животные не крестятся и не молятся, и не строят храмы во славу его, потому что это лишь земной бог человеческий. Люди, которые побывали в аду и вернулись оттуда, рассказывали, что там нет инопланетных форм жизни, которыми наполнена вселенная. Там нет собак или тигров, которые загрызли невинных детей, потому что это лишь бог человеков, людей. И это шоу лишь для нас с вами. И вот самое главное, что я должен сказать. Этот бог существует, и он вернется. Однажды он дал напутствие, а самое главное для всего человечества – плодитесь и размножайтесь. А в какой сфере деятельности самый важный принцип – плодитесь и размножайтесь. Для процветания дела подумайте. Все верно. На скотобойне. Нужно больше скота. Как я и говорил, добро пожаловать на ферму. О ферме важно плодиться и размножаться. У хозяина фермы много тайн. И самую большую из них я знаю. И я питаюсь твоим страхом. Я расскажу им всю правду о том, как обстоят дела на самом деле. И твоей власти над ними не будет. Они будут счастливы и свободны от страха. Твоей любимой религии. Если ты посмотрел это видео, мой друг, ты и есть настоящее сопротивление. И теперь ты прекрасно знаешь, кому. Друзья, нам нужна ваша помощь. Все деньги, которые собирает канал, идут, как вы знаете, на благотворительность и на развитие самого канала. Поэтому прошу вас донатить на развитие. А это развитие будет скоро. Вас ожидает приятный сюрприз в изменении форматов в видео. И это возможно лишь благодаря вашей помощи, а именно донатам. На донаты ссылки оставлю в описании внизу. Буду всем за них благодарен. А еще можно купить одну из моих трех книг. Это тоже очень даже подойдет. Ссылки на них тоже оставлю ниже. Хочу поблагодарить Павлюченко Константина, Станислава Баранова, Светлану Пикалову, Ивана Редька, Игоря Медведева, Владимира Козика, Виктора Лучкова, Алексея Дация, Наталью Лобач, Татьяну Князеву и Татьяну Кника. А еще несколько человек, которые не назвались за донаты, которые вы сделали. Спасибо большое, вы золотые люди. Канал благодаря вам привлечет несколько тысяч новых подписчиков. Не стесняемся, донатим и покупаем мои книги. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подпишитесь на канал, лайкните видео, пишите комментарии о том, кого еще вывести на чистую воду, и мы это сделаем. В этот раз ни у кого не прошу прощения, так как кто захочет обидеться, обидится. В любом случае, никого обидеть не хотел из людей точно. Всего хорошего, дорогие мои. И помните, грядут перемены, они неизбежны. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok